чего ко мне пойдешь ко мне давай 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 иди сюда ох ты моя красавица покажется всем дуся здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица это видео будет называться июль дела садовые четвертая серия приглашаю вас в мой сад для посадки дайкона а в этот раз у меня будет посажен японская линия акурок рост такой красивый длинный дайкон я раздвигаю мульчу в любом свободном месте где у меня и она есть до в июле месяце раздвигаю мульчу и вот такой вот сапочкой рыхли и и на глубину 5 или 7 сантиметров если земля недостаточно плодородная хорошо добавить компост я добавила в этот раз потому что у меня дайкон будет посажен под кустами точнее между кустов смородины такое место у меня освободилась и и в общем здесь и будет посажен под рыхлила полила нагнала борозду полила семена разложила на расстоянии 10 сантиметров это все очень пока приблизительно потому что если взойдут все то удалены будут многие слабые растения и оставлены только мощные растения через 25 сантиметров потому что дайкон это растение довольно таки мощное теперь я засыпаю семена слоем один сантиметр и конечно же проливаю все на этом вся моя посадка можно сказать окончена посадка окончена и уж теперь по традиции я все прикрываю вот такими веточками чтоб не присаживались безобразницы птицы не нужно затягивать со сбором гороха и ждать когда он пересохнет перерастет до на ветке вот такой горошек собирать еще рано он еще плоский ну а как только он стал плотненький то нужно собрать и не ждать когда он будет засыхать на ветке я вам напомню что у меня посажен сорт женево голландский на пробу а по моему он просто прекрасен получается один в один замечательный я вам его рекомендую зеленый горошек свежий я добавляю салаты сушу его замораживаю мариную это конечно продукт универсальный абсолютно горох отплодоносил и чтобы осенью не капились у меня работы до нескончаемые я делаю сразу же все по мере поступления снимаю горох с опоры опоры отношу под навес чтобы они не испортились служили много лет и горох я ни в коем случае из земли не вырываю с корнем корень остается земле для микроорганизмов я просто роняю плети которые остаются мульчей на всю зиму заглянем в раннюю картошечку как она у нас подросла и так для того чтобы взять мне сколько нужно картошинок я ни за что не выкапываю весь куст я просто начинаю отгребать сено вот я смотрю такая хорошая плеть толстая да но предполагаю что на такой плите должна быть уже вполне себе хорошая картошечка и начинаю отгребать сено вот что-то уже нашла так вот смотрите картошинки вот они вот беру такую картошинку это маленькая вижу что маленькая я ее от столона не отрываю это маленькая не отрываю вот это получше я ее отрываю от столона так дальше копаю вот неплохая картошинка тоже беру отрываю дальше копаем какая-то беру ее хорошенькая таким образом я набираю столько неплохая так отрываем ее она еще крепко держится на столонах но уже можно ее так оторвать нормально но конечно она еще бы росла и росла дальше ползу я даже уже на ощупь это маленькая вот это вот вроде бы неплохая даже уже на ощупь могу тут понять кто побольше хорошенькая такая да да ну собственно мне наверное хватит все остальное все остальное ну вот еще одну возьму может быть вот эту вот все остальное я опять закладываю сеном и они у меня благополучно продолжают расти нет ничего лучше молодой отварной картошки с маслом и укропом в этом году весь огород все гряды и газон кругом все в дырах землеройки все в дырах каждая самая лучшая ягода сгрызена ну не так много их но не сказать что сгрызена все да но сгрызена было много самых лучших ягод не жалко да но ведь сейчас уже начинают быть подгрызенными и кабачки и свекла которая слегка выпирает из земли да это не важно и в земле тоже поэтому меры нужно принимать уже такие серьезные а это раскладывать нужно брикеты от мышей так чтобы животные не тронули другие до их и конечно же мой метод отшугивания это паленая шкурка кругом и всюду вот такие огромные дыры под каждой доской в каждой грядке на газоне в цветниках этот перекос произошел по причине того что прошлое лето было очень жаркое и благоприятное для их размножения такое бывало и не раз ничего страшного как пришли так и уйдут но немножко помочь городу нужно и в общем сделаем и такие пугачи и разложим брикеты чтобы снизить их поголовье это мыши это не очень хорошо как там где ваши продукты да никто не отменял мышиную лихорадку поэтому конечно сокращать их надо у меня есть такая старенькая шкурка прошитая такая из кусочков кроличья это жилеточка старенькая остаточки от жилеточки старенькой я ее сохраняю и вот на эти случаи как раз режу ее вот но такие кусочки каждый кусочек подпаливаю чтобы уголочек был подпален и пахло паленой и кожей и шерстью это сигнал для мышей о том что пожар сгорели животные и сюда подходить очень опасно всегда эффективно работала надеюсь в этот раз тоже сработает очень эффективно шкурку беру поджигают так чтобы немножко пахло и кожа и мех паленым пах запах конечно вообще выноси святых не хорошо пахнет но этот запах является для них просто кошмар мужицам от которого они уходят но нужно сделать так чтобы сороки вот этого не видели она слопает прямо за секунду сорока куда-то прячу вот например куда-то здесь вот видите в ботве вот лежит такой кусочек вон там видите между рядях вот здесь особенно ей не найти конечно такой кусок вот этого меха вот куда-то здесь где мыши вообще в принципе могут шуршать вот можно в свекольную грядку видите укусы вот на свекле все уже приступили они к этому своему паршивому действию фасоль спаржевая зацветает и уже начинает свое плодоношение я вижу как очень густо взошла фасоль и что ей будет очень сложно плодоносить в таких условиях это будет слабое плодоношение здесь будет борьба за свет и за воздух поэтому я сейчас буду разрежать эти растения все где очень густо если сплошняком зашло я буду просто отрезать кустик у корня корень остается в земле а сам кустик в виде мульчи здесь же положу для того чтобы ну хотя бы урасть между растениями было небольшое расстояние для воздуха и света и удалил это всего ничего несколько кустов и казалось бы ничего не изменилось на самом деле изменилась ситуация для растений у них теперь есть воздух и есть свет между растениями и урожай будет выше морковь посаженная под зиму вот этот вот рядочек весь рядочек зацвел а это означает что на еду морковь уже непригодна ее сердцевина как дубина просто вы даже ее не ножом не топором не сломаете поэтому конечно этот метод хорош если вам нужны семена моркови а если вам нужны плоды лучше не рисковать в июле я посажу огурчики на еду в октябре это все произойдет в теплице конечно же потому что в грунте в октябре уже ничего не будет конечно в теплице они подрастут я выбрала вот такое место между томатами не я выискиваю такое место понимаете где я точно знаю что вот эти кисти все эти кисти к октябрю месяцу они конечно же будут сняты и вот это плеть томатная будет служить именно опорой для огурца я раздвинула в стороны мульчу я подрыхлила цапочкой землю очень-очень слегка я немножечко ее уплотняю теперь я беру просто пальчиком надавливаю вот такие вот два посадочные места на глубину 2 сантиметра что ли я не знаю вот так вот получается и бросаю туда семечки семечки протравленные засыпаю их землей еще раз слегка уплотняю и поливаю немножечко их водичкой немножко здесь земля влажная под мульчой поливать без надобности совсем не нужно ну и можно конечно же все это прикрыть мульчей чтобы так быстро не пересыхала земля огурчики сильные растения они взойдут из-под мульчи один я оставлю одно растение которое будет самое сильное я посадила рафаэль салатовые огурцы гавриш от автора обычно бывают хорошие огород в июле давайте пройдемся клубника на укоренение все под сетками это все от птиц огурцы перцы баклажаны сейчас открыты для опылителей цветы соседствуют с продуктами щавелит растает без пятнистости мы обработали его в прошлом видео от пятнистости от грибных заболеваний это клубника готовится к обработке горох поспел необходимо его уже снимать сегодня мы этим займемся вот такие прекрасные гелихризум и или в народе бессмертники их зовут разноцветные будут первые пошли вот такие вот как жар птицы красивые горох достойный хороший гороха много урожайный гладиолусы ромашки аптечные это лук порей пожитник фенхель здесь тоже лук бархатцы арбузы дыни свекла чернушка лук на зелень дуся цветочек мой чабрец начну сбор урожая чабрец собирайте аккуратно там всегда пчел целая куча я всегда получают там целебный прокол это укроп остался на зонтик там у нас бархатцы тонколисные еще ромашка аптечная в этом году я много решила заготовить я полюбила очень чай ромашковых здесь у нас лук эксибишен ялтинский все из семян выращены а это у нас лаватара сходы рукколы сходы редиса там капуста пекинская взошла скоро буду отделять отстригать слабенькую в одну здесь у нас ассорти петунии настурции лобели как здесь вкусно пахнет жалко что камера не передает такой стоит аромат все жужжит лучевок адонис отцветает физалис начинает формировать свои чудесные коробочки чехольчики в которых наливаются ягоды до физалиса и поспевшим он считается тогда когда коробочка полностью побелела и высохла внутри уже оранжевая вкусная сладкая ягодка физалиса уход за теплицей мой сейчас в июле в середине заключается только в том что я удаляю пасынки я поливаю крайне редко крайне редко и конечно же теплица открыто всегда круглосуточно никакого конденсата быть в теплице просто не должно томаты начинают наливаться в этом году опоздание на две недели у нас во всем на две недели начинает поспевать томат лемур фирмы партнер будем пробовать краски фирмы партнер начинает поспевать попробуем томат midnight поспевает попробуем его такой вот красивый видите у него неоднородная такая краска снимаю базилик и оставляю от земли 15 сантиметров для того чтобы базилик вновь отрос такой стоит дух такой стоит аромат невероятный очень люблю базилик в чай вот остается такой такая кочечка есть пазухи листьев и от них начнется отрастание новой такой же мощной кочки точно такая же история и с широколистным базиликом уже я его неоднократно снимала и вновь снимаю вот такую вот кочку оставляя здесь листья 15 сантиметров от земли он все гуще и гуще становится у меня базилик лимонный высушивается за одну ночь в сушилке базилик широколистный вот буквально несколько листочков до с добавлением столовой ложки оливкового масла прокручиваю в блендере и получается прекрасная вот такая паста базиликовая для блюда паста с базиликом хотя нам куда привычнее в россии слышать спагетти с базиликом они паста новая партия зеленого лука многогнездного на зелень отрастает а та партия которую я уже сняла вот так она сейчас выглядит это отросли перья новые и их я оставляю для того чтобы луковицы налились и сохранились на следующий год давайте с вами посмотрим на свеколки фалькон достанем игл такая форма посимпатичнее у нее а это крилон крилон да это крилон вот такая длинненькая свеколка растет можно сказать видите куда на поверхность совсем это вот я весенний посев а вот зимний посев многострадальная валяется вся не цвета нет ни в цвету не туда не сюда в общем никогда я больше под зиму сеять свеклу не буду а если это видео вам понравилось и было для вас полезно то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока 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 Продолжение следует...